Этой зимой многие россияне выбрали Абхазию местом проведения новогодних каникул. Питсунда не стала исключением. Туристов уже не так много, как в первые дни Нового года. Они постепенно начинают разъезжаться, но на набережной по-прежнему немало отдыхающих. Одни приехали насладиться солнцем и теплой погодой, другие заняться спортом и подтянуть здоровье. Расскажите, вы откуда приехали? Из Новосибирска приехали. Почему именно Абхазия, Питсунда? Потому что в Абхазии я уже была, мне здесь очень нравится. Красивый город, красивое место, красивое море. И я приехала в гости к своему коллеге, инструктору по скандинавской ходьбе. Сама я тоже являюсь инструктором по скандинавской ходьбе в Новосибирске. Вот мы здесь собрались, чтобы этот день посвятить именно скандинавской ходьбе, оздоровительным проектам. Ну и мы всем говорим, приезжайте в республику Абхазия. А много ли желающих среди туристов к вам? Круглогодично. Мы здесь проводим программы и со средствами размещения, к нам приезжают на один день. Да, конечно, здоровье прежде всего. А я первый раз в Абхазии. Мне рассказывали мои друзья о прекрасной Питсунской сосне, об этом побережье, о воздухе. И, в общем, я счастлива, что мы из наших морозов нырнули в теплую страну. Нравится страна, нравится город. И сама я жила несколько лет в Абхазии. Это вы на праздники, да, приехали? Да, на праздники с семьей и с кошкой. Скоро уезжаете, да, вот сейчас? Да, вот сейчас вот уже сегодня на границу едем. Так, догуливаем последние деньки. А как вам отдых? Понравился? Да, хороший отдых и очень хорошая погода. В кои-то веки хорошая погода на Новый год. Что тебе понравилось, что-то удалось посмотреть, где был? Я был в Сухоми и кушала вкусную еду. Конечно же, туристы не упускают возможности съездить на экскурсии, осмотреть местные достопримечательности. Самым актуальным остается посещение таких известных объектов, как Рицинский реликтово национальный парк и Новоафонская пещера. Вы знаете, мне нравятся очень горы у вас. Мы были на границе уже около Сухума. Вот там поднимались горы, там такие красивые пещеры, такие красивые ущелья. Конечно же, были во всех ваших основных достопримечательностях Новый Афон и пещера, и крепость. А вот вчера, например, ходили в прекрасную церковь. Она дальше, чем крепость на горе, если дальше еще пройти. Там есть крепость шестого века, руины. Очень красивое, романтичное место, тихое, спокойное. Мы были на озере Рица. Там очень интересно. Снег лежал на озере? Ага. Вы фоткались? Конечно. Он не лежал крестом. Он сначала не лежал, а потом, когда мы поехали подвыше, там уже лежал снег. Были очень красивые фотографии и озера, и горы. Туристическим спросом пользуются гостиницы разных категорий, как крупные санатории и отели, так и частный сектор. Основная курортная зона Пицунды не принимает гостей, так как пансионаты не вполне приспособлены для зимнего отдыха. На новогодние праздники, кстати, не ожидали такого потока туристов. Очень много людей на набережной, в центре. Курорт Пицунда не может принимать в зимнее время людей. Это большая проблема. Я думаю, мы ее будем решать. И в ближайшем будущем, наверное, мы будем уже переходить на тот уровень, чтобы выходить на круглый год. Вот у нас реконструкция идет первого корпуса. Сейчас мы думаем, что если все сложится так, как планируется, мы выйдем на мощности такие, что мы будем хотя бы поэтапно запускать их в круглогодичное пользование. В курорте у нас только работают экскурсионные какие-то, ну, фирмы, которые привозят на экскурсию погулять по набережной и там все такое. А так нет. Санаторий Самшитовая роща на данный момент заполнен на 50%. Здесь отдыхают 300 гостей. Часть туристов заезжала до новогодних праздников, другая волна уже заезжала со второго числа. И сейчас уже отъезды? Сейчас уже в основном отъезды. В основном довольны, да. Особенно им нравится то, что мы еще предоставляем услуги по экскурсионному обслуживанию. У них есть возможность посетить самые лучшие места Абхазии. Сухума, Новая Афона, Ритсу, различные туры. И да, действительно, они открывают для себя Абхазию в этом сезоне. Надеемся на их повторные визиты. Касаемо семитарно-эпидемиологических мер, что предпринимается? Дозаторы, маски, измерение температуры. Причем не только при въезде, но и при посещении рационов. Также у нас прекрасное медицинское оборудование, медицинский персонал. Поэтому мы постоянно ситуация под контролем. В связи с сложной эпидемиологической обстановкой принято было решение организовать фуршет на береговой линии с соблюдением дистанции и салют. Так, в легкой форме. Ничего серьезного не планировалось, поскольку ситуация не позволяет. Абхазия привлекательна круглый год, как летом, так и зимой. Горные вершины, покрытые снегом, вечно зеленые пальмы и сосны. А море, хоть и холодное, по-прежнему манит к себе туристов. Эсма Гуланзе, Тимур Гулохи, Абхазское телевидение.